всем привет я так люблю именно снимать видео вот именно тогда когда приходит тебе эта мысль и если например подождать когда я там приду куда-то сяду найду время ну все это уже уйдет вот это желание это нужно как бы сделать сейчас пока вот этот горячий поток мысли у тебя идет голове иду на работу кстати у нас все все вся теплота окончательно ушла у нас из нижнего новгорода и наступило чудесное долгое время мерзких мерзких холодных сырых дождей ветров и сменяющихся на проливные такое короче у нас время наступает то мелкий дождь то проливной вот и он всегда он постоянно только в какое-то время например нет ветра в какое-то время еще чудо ветер еще добавится короче ты и так не выживешь и разговора мой будет потом у меня сюда буквально для остановки пешком не пойдут пройду остановка общественного транспорта это люди совсем подумают что я сама сошла некоторые им отдельный привет привет кто-то знает кому я сейчас обращаюсь кто терпеть меня не может но каждый раз смотрит каждый раз смотрит и каждый раз не может терпеть и поймала себя на мысли что вот говорят что если в твоей жизни происходит что-то хорошее доброе там положительное чем-то ты вот обладаешь нужным что типа вот как только ты об этом расскажешь ну ты как бы сразу как поделишься и у тебя ну либо не станет этого либо станет гораздо меньше я не знаю как вам но мне очень много такой информации к встреча встречалась по жизни и такая думаешь хорошо но это даже вот по поводу моих сейчас знаний каких-то вот этих вот полезных и нужных покупок да тем более в наше время когда купить вообще не хрена осталось все эти остатки выгребаем по всем этим магазинам интернет-магазином так не было включить что посмотреть грязи не сравнивают люди шли большим потоком вон прочь вот бытует такое мнение а с другой стороны знаете сейчас вот села открыла свой милый любимый тик ток дома я вам говорила что у меня старом самсунге когда еще был тик ток общий это сейчас у вас в телефонах российский тик ток который смотреть невозможно когда был как бы называть тик ток общий у меня и в новом телефоне был тик ток и старом телефоне был тик ток а старый телефон у меня на меня такой труженик он уже столько прошел уже уже все эти мировые жизненные катаклизмы он прошел выручил меня вот я с удовольствием когда дома учение например с утра проснулась там то все 5 10 заварила кофеек немножечко время себе уделить и посмотреть тик ток для всех остальных людей нормальных не для россии для всех остальных людей нормальных включила и там африканские дети танцуют красивые мужчины одеваются мудрые женщины белоруссии и украины делятся секретом и вдруг попадается мне женщина которая рассказывает например если вы заболели я чувствую что я заболела вот что я в таких случаях делать я беру дверцовый пластырь разрезаю его на определенные кусочки и наклеиваю на определенные места и ближе к вечеру либо например на следующий день в зависимости от того от тяжести вот этой хвори на которой вы чувствуете что на вас нападает как бы ну все проходит я вот например знать не знала что еще вот такие вот вещи бывают я сразу пошла нашла перцовый пластырь но у меня же в дом и все есть как в аптеке точнее у меня даже больше есть чем в аптеке я бы так даже сказала и я короче наклеила и сразу подписалась на эту женщину и стала смотреть что там у нее еще есть интересного и вот как я была удивлена знаете она вот сидит вот у меня матери нет 16 лет я вот ее знаете в ее глазах в ее тональности речи в ее смыслах вот я про то что как все таки вот люди которые не совсем понимают например там просто там хает там тикток тоже самый хает инстаграм там ютюб там хает там еще что-то да но сколько информации полезной например я получила владея вот этими вот платформами и я все хочу мысль да да высказать ну вот допустим есть это выражение да что нельзя делиться но вот я же сегодня каким-то образом попала на эту женщину и она поделилась со мной мудростью житейским опытом своими мыслями своими ощущениями тем как она свое здоровье поддерживает и просто подарила мне свое тепло не каждая мать настоящее состояние даже это сделать мне вчера на работе пришла и девчонка второй раз она у нее уже второй раз одевается но вчера она пришла за кожаной курткой у нас нет кожаных курток и мне нечем было и помочь а из-за того что у нее телефон разрядился она попросила у меня зарядку и пока телефон заряжался игры присаживайся я все равно сейчас ничем не занята и что-то у нас а она мне рассказала что она уходит в отпуск уезжает в арзамас вот и мы стали с ней разговаривать а девчонка такая открытая приятно и молоденькая а я очень обожаю общаться с молоденькими мальчишками с девчонками вообще мне очень нравится этот процесс потому что им все интересно и они сами такие интересные я с ними на одной волне в отличие например от женщин моего возраста с ними когда разговариваю так а я не умею там я не знаю у не мне это не интересно они такие вот ну может быть у них вот эта привычка жизненная жить не интересно уже такая сложилась молодые девчонки и парни они интересны и им все интересно и они все умеют а если чего не умеют то им интересно научиться и я вообще короче прям кайфую от них мне вчера тоже одна такая еще девчонка была настя который делает маникюр офигенно и она такие ногти себе сделала офигенной сама я прийти я прям не могу вообще я обожаю очень красивые руки как женские так и мужские ну и вообще не только руки я вообще обожаю все красивое я даже от ровно ровно выполненной ровно выполненной строчки на изделие это могу кайфа и нут невероятно это я сейчас разбираю мне как бы муж хотел выбросить свой свитер старый финфлайер как я могу выбросить свитер финфлайер я понимаю что он ему не нужен но он и мне не нужен как свитер я его взяла на работу и я его разбираю знаете когда вы например видите фирменное изделие и она стоит больших денег вы такие думаете за что здесь вот такие деньги но когда вы его начнете разбирать по сегментам что потом из него носки связать вот здесь вы поймете все и качество шерсти и качество всех подворотов здесь где будет видно сначала нужно ручкой подметать потом наложить планочку я вообще просто вот офигеваю вот от качества до вещей и я все утро вообще от кайфовала вот насколько девушки молодой вот этот вот ощущение стиля мне очень нравится как она красится не не ярко не с тональным но эти крови попался на то какой-то да а чё-то не случилось почему у меня такая темнота здесь тоже темнота не знаю даже чем связано вот это ощущение темноты короче а дальше было следующее просто из-за того что на улице было холодно не сыра я вам тоже всем привет всех говорю получилось так что так вот повыше получилось так что у меня просто не хватило зарядки в телефоне да не хотелось зарядки мне в телефоне сейчас я сейчас и будет вот так вот и телефон у меня просто сел зарядка телефоне закончилась и он выключил ну наверно так у всех на холоде если небольшое количество заряда у вас есть телефоне он отключается и это было буквально видео снято месяц назад я пришла на работу и уже не смогла снять продолжение а потом естественно одно другое третье и там все забылось все забылось а сейчас я просто подчищала свою память и увидела это видео вспомнила что там я делюсь с вами такими мудрыми мыслями и мне стало жаль удалять это видео и я решила просто доснимать концовку во-первых хотела еще раз поздороваться с вами я жива здорово у меня типа все в порядке типа все в порядке и да я уже предвкушаю массу комментариев по поводу моей внешности по поводу изменений в моей внешности самые догадливые наверное поймут от чего это произошло я я наверно не буду сейчас раскрывать всех секретов оставлю интригу эту и не интересно кто кто догадается если числе моих подписчиков люди я знаю что они есть мне просто интересно каково их количество вот этих вот тонко и правильно чувствующих вообще жизнь меня людей мне просто интересно каково количество людей таких именно в числе моих подписчиков так что оставим интригу здесь дальше уже посмотрим как мы поступим с моей внешностью какая небольшая пауза но мне просто все равно хочется это видео выложить я так понимаю вы поняли в принципе что и что я имела ввиду и мысль мою в принципе уловили я по большому счету там все сказала в этом видео и мне хотелось бы чтоб вы тоже это поняли и тоже это услышали и как как вообще вы к этому относитесь вот передачи информации опыта мыслей смыслов что вы думаете по этому поводу ну в принципе мне больше нечего сказать мне мне да ждут великие дела я сейчас один кусочек соединю со вторым выложу его и с удовольствием с вами пообщаюсь в комментариях я бесконечно рада нашей дружбе бесконечно рада тому что я не удалила свой канал да я сейчас не выкладываю такое количество контента который я выкладывала раньше потому что как ни крути и никакой мотивации для этого нет вот это очень прискорбно конечно но тем не менее все жду ваших лайков пожалуйста жду жду такое у меня прям прекрасное настроение сейчас я не могу я ржу не могу просто вообще мне вот эта вот неделя прям вообще ржачная такая сначала я ржала с цыгановой с цыгановыми у дудя я сначала ржала потом мальчишка есть один тоже он про про это видео тоже ну там как он они обсуждают это видео тоже а другое ржачное я над этим потом видео ржала а сейчас второй день боюсь умереть от разрыва селезенки Шура Стоун если вы знаете такого парня нетрадиционной ориентации вот он тоже кстати дал у Шикман Шикман да он дал интервью вообще офигенное если нужно я все ссылки вам оставлю внизу там где будет первое закрепленное видео твой первый закрепленный комментарий я в нем оставлю форму донатов где вы можете поддержать мне все таки ну короче я закругляю свое совещание а то мне совершенно некогда здесь все это делать все ссылки на вот эти вот видео которые мне подняли настроение обычно октябрь ноябрь и декабрь это вообще самые поганые месяцы в моей жизни вот мне уже 48 лет и с года в год одно и то же если еще октябрь я еще как-то более-менее могу уезжать то ноябрь декабрь меня можно прям как тот цветочек под ванну положить закрыть люк и доставать уже во второй половине января там там да там начнет светить солнышко и я начну свои листочки цветочки заново выпускать короче а тут это просто вот разрыв селезенки у меня сначала я тебе говорю я три с половиной часа вот это вот это это просто вот ну я конечно не смотрела три с половиной часа мне хватило на 44 минуты но меня больше потом порадовали видео Антона Эс на эту тему вот это вот мальчишки вот второго это вообще просто несусветная ржака конечно все что происходит вообще с этими людьми вообще как они себя выдают это ж надо же но вы только вот посмотрите да каких вот она там каких она отношениях цыганова Вика в каких она заложниках там внутри этих отношений она находится как там для нее выстроены рамки никогда не забуду ну я то такие вещи уже считываю сразу это никогда не забуду как Витлийская рассказала про себя в 50 лет помните мы всегда думали что это стильная красивая легкая женщина энергичная а оказывается она всю свою жизнь прожила вот с этим вот тираном композитором да который видел в ней именно источник дохода он писал эти песни и чтобы она их транслировала чтобы посредством только посредством нее эти песни могли преобразоваться в ту форму в которую они преобразовались да и мы все веселились и радовались когда смотрели на нее а женщина прожила очень сложную жизнь вообще не свою это точно так же как Валерия если вы помните первый альбом Валерии да какой он был стильный какая она там была вообще другая прическа стиль сами клипы песни да вот какие у нее были и как она потом с тремя детьми убежала от этого чудо-композитора да и стала петь песни тик-так часики там да вот это вот все как бы вот тоже она ну это не ее образ это не плохой образ нехороший это просто не ее образ да и она не хотела прожить такую жизнь отдельную от себя и вот она убежала с пригожину и прожила свою жизнь с тик-так с тик-так часиками вот так и здесь да вот глядя на эту парочку как они разговаривают как он лично затыкает рот не дает ей ничего сказать да как он даже на интервью не смог ее отпустить одну представляете насколько он держит ее в ежовых рукавицах что он даже не смог ее на интервью одну отпустить можете себе представить вообще какой там ад вообще дома происходит у них да я просто такая мне так жалко ее одновременно потому что если бы она пришла одна буквально через пару вопросов она бы уже упала в ноги к Юрию Дудю рассказала бы ему всю правду о своей жизни и вломила бы всех вообще вот это было бы разрывное интервью это было бы просто сногсшибательное интервью и никакой бог никакая исповедь ничего не поможет ей очистить душу как вот то когда она сможет рассказать правду вообще ну возможно она эту правду и рассказывает там священникам да но они же точно такие же все у них уже у всех руки-то в крови по самой локте запачканы и она то может быть им все это и говорит поэтому она так и свято в религию верит потому что мне кажется что она об этом рассказала разлить сможешь вот и единственное что я бы ждала от этого интервью это либо вот такого вот вот пассажа да но я так понимала что этого пассажа не произойдет ну или юрий я все вот 44 минуты ждала мне все хотелось услышать от него что он им скажет вы ебануты просто вот им не нужно было больше ничего говорить вот три с половиной часа им просто вот я все ждала и поняла что он не скажет им это но это единственное что им нужно было сказать я выключила конечно меня потом больше разнос этого видео больше удивил порадовал вот и ржала я всю неделю конечно же но последний меня вот добила это шура стоун на хэллоуин она он выпустил новое видео нарцистичная мать это конечно же бомба это конечно же бомба я тебе говорю я вот вот сколько сегодня среда я три дня я три дня уже чуть-чуть от разрыва слезенки не умерла как я там наржалась прям под самые не хочу да короче все софи на все эти видео я вам оставлю в первом затепленном комментарии еще раз повторюсь там где я оставляю свою форму да у нас там где я оставляю банковскую карточку дочери где вы можете каким-то образом поддержать меня проспонсировать мой канал вот бесконечно рада нашей дружбе нашей встречи все давайте увидимся до новых встреч пока